Вот уж чего не думал, так это того, что когда-нибудь буду выговариваться анонимно о своей жизни. Ситуация абсолютно странная. Встречались два года, еще четыре прожили в браке, и все разлетелось на куски. Вот уже третий год пошел, как я в разводе, пережил, оклемался, но собрать себя и свою жизнь пока не могу. До сих пор не могу поверить, что, казалось бы, идеальная семья с крепкими трепетными отношениями так легко разрушилась и прогнила изнутри. Сейчас уже понятное дело, что не веря ни во что хорошее, что было, а ведь тогда жил всем этим дышал и летал. Жену любил до безумия, просто боготворил, казалось, нашел ту самую единственную одну на миллион, но как оказалось, только так казалось, а на деле все было совсем не так. Спустя три года брака узнал, что жена мне не верна. Подробности не важны, суть в том, что она перед самой свадьбой захотела узнать, как оно с другим. Узнала, а когда узнал я, она плакала и умоляла не уходить, не бросать и дать шанс. Я простить измену не смог. Лекарство нашел в работе и в выпивке. От жены съехал сразу же, спустя еще двое суток везде ее заблокировал. Не знаю, почему сразу не развелся, но через полгода развелись. Все, что связано уже с бывшей женой, отрывал и отрезал от себя прямо по-живому, сходил с ума, но другого выхода просто не было. Перестать пить помогли братья и лучшие друзья, остальное физические нагрузки и работа до изнеможения помогли как-то это все пережить. От общих друзей и знакомых постоянно слышал, как она жалеет обо всем, как мучается и корит себя, как она меня любит. Но я не верю. По правде сказать, я после всего уже ни во что не верю. У бывшей жены такая работа, что порой и в командировки ездила, и шеф у нее бабник, причем сама рассказывала про него, что с сотрудницей отношения были. Собирая картинку в голове сейчас, я больше чем уверен, что изменяла она всегда, что та измена, о которой стало известно мне, это капля в море и только самая верхушка айсберга. Сейчас все пережил, живу один для себя, но отношений не хочу, стоит какой-то жесткий барьер, верить не могу ни одной женщине. Вот так.